Отменят ли гуманитарные пароли на границе? Власти Техаса подали в суд на администрацию Байдена. Госдепартамент приостановил доступ к рабочим визам. Что будет дальше и что делать тем, кто хочет получить грин-карту именно по рабочей визе? Подробный обзор бизнес-эмиграции, где лучше всего открыть компанию, а также смотрите сегодня. Особенности получения визы ИБИ-2. Как доказать иммиграционной службе, что ваша профессия и опыт будут очень востребованы в Америке. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет, я Денис Чередов. Вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале Берон. Тем и вопросов, как обычно, много, поэтому, пожалуйста, не тратим время зря. Поставьте лайк, этому видео, обязательно дождитесь ответа на свой вопрос. Напомню, что в этой рубрике мы обсуждаем вопросы иммиграции. Ну и также вы можете задавать свои вопросы в ленте комментариев к этой трансляции. Ну и мы обсуждаем вопросы тех людей, которые находятся в Соединенных Штатах или тех, кто планирует иммигрировать. Ну а вечером по Нью-Йорку, как обычно, выйдет наш обзор о том, что на самом деле происходит в Америке. Ну а мы начинаем. Начинаем мы, как обычно, с новостей. Итак, в суд США подан иск против администрации президента США Джо Байдена и его команды. Их обвиняют в незаконной выдаче гуманитарных паролей тем, кто переходит границу с Мексикой. По мнению ИСОВ, новая визовая программа позволяет сотням тысяч иностранцев въезжать в Соединенные Штаты по паролю. Но если бы его не было, то и не было бы оснований для иммиграции. И вот авторами иска выступают власти США и других штатов, для которых иммиграционный кризис по-прежнему остается главной проблемой. Но об этой проблеме, конечно же, здесь на YouTube-канале мы рассказываем. После многих лет рекордных задержаний на южной границе новый подход администрации представляет собой смесь стимулов и сдерживающих факторов, призванных удержать иммигрантов от незаконного пересечения границы. Но эта стратегия оспаривается в суде как защитниками иммигрантов, так и сторонниками жесткой политики в области иммиграции. Главные споры возникают вокруг юридических полномочий, известных как условно-досрочное освобождение или, другими словами, получение того самого гуманитарного пароля. Однако администрация же Байдена настаивает на том, что пограничники принимают решения в каждом конкретном случае, и что новые программы условно-досрочного освобождения действительно приносят пользу и конкретные результаты. Ну и самое главное, что гуманитарные пароли помогают решить проблему незаконного пересечения границы. Ну а тем временем количество задержаний вдоль южной границы США возросло по сравнению с июнем этого года. Всего в прошлом месяце пограничная служба задержала более 132 тысяч человек. Официальные лица заявили, что на уменьшение количества иммигрантов по сравнению с прошлым годом повлияла отмена в мае так называемого раздела 42. Напомню, что вместо этой программы на границе стали действовать более жесткие правила. Ну вот в начале мая, когда раздел 42 еще действовал, пограничная таможенная служба на границе фиксировала почти 6 тысяч человек в день. Теперь же эта цифра составляет всего 2 тысячи иммигрантов. Ну вот представитель пограничной службы заявил, что на конец июля 2023 года более 180 тысяч кубинцев, гаитян, выходцев из Никарагу и Венесуэлы, законно прибыли в Соединенные Штаты Америки. Ну а теперь другим темам. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо за лайки и, конечно же, задавайте вопросы под этим видео в комментариях. В строительной сфере США не хватает рабочих. В этом году отрасли потребуется более полумиллиона дополнительных рабочих. Также, по данным экспертов Америки, к 2030 году не будет хватать более 300 тысяч инженеров и 90 тысяч квалифицированных техников. Если местных рабочих недостаточно для заполнения рабочих мест, то на помощь американской экономике должны прийти иммигранты. Работодатели уже активно используют иностранные трудовые ресурсы. Но вообще спрос на рабочие визы, конечно же, растет. И вот в настоящее время рабочая иммиграция приостановлена. У американского правительства исчерпан лимит рабочих виз. Государственный департамент приостановил доступ к этим визам. Ну вот на гринкарты по работе сейчас подавать просто нельзя. Что же делать с такой ситуацией и изменится ли эта ситуация? Вот об этом не только. Поговорим прямо сейчас. К нам присоединяется миграционный адвокат Катерина Алзнаур. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что присоединились. Как вам эта новость и что делать тем людям, которые планировали все-таки получить рабочие визы? Значит, во-первых, мы говорим об иммиграционных визах рабочих, а не просто о рабочих визах временных, не иммиграционных. Это большая достаточно разница. В чем разница заключается? В том, что рабочая виза есть рабочая виза. Приостановлена выдача иммиграционных виз через рабочие категории. Законодательно вся иммиграция, скажем, за исключением, по-английски звучит immediate family members, это значит члены семьи, включая супруг, супруга и дети, младше, чем 21 год. Родители не включаются. И родители включаются граждан Соединенных Штатов. Вот так. Эти категории не нумерованы. На все остальные существует квота, проставленная Конгрессом. И в зависимости от того, насколько виза используется, в течение года Госдепартамент прописывает, сколько будет виз выдаваться каждый месяц. То есть это зависит от того спроса предложения. То есть если спрос высокий и много виз используется, то Госдепартамент каждый месяц анализирует и там либо уменьшается количество виз, либо они немножечко приостанавливают, сдерживают. А фискальный год Соединенных Штатов начинается 1 октября каждого года. И сейчас мы, по идее, уже в конце фискального года, 2023-го. Новый фискальный год начнется 1 октября 2024-й год. И что происходит сейчас? То есть к концу года вот этот лимит годовой, который выдается на визу, он почти исчерпан. В связи с этим Госдепартамент их приостановил. Что это значит? То, что в 2023 году спрос на эти визы был очень высокий. И в результате визы были все использованы. То есть что происходит после этого? Происходит по визам и бюллетеню. Мы можем смотреть, какие даты, то есть люди, которые попали в очередь ожидания, кто может уже получать грин-карту. Значит, при этом подавать на грин-карту можно и сейчас. Что это значит? Документы можно подать, но иммиграционную визу вы получите только когда будет визовый номер. То есть то, о чём говорит Госдепартамент, то, что на данном этапе все номера на этот год использованы. Теперь могут поддаваться люди, которые начали свой процесс несколько лет назад, либо категория вообще закрыта до 1 октября. Немножечко я объяснила ему, что сложно. Тот, кому надо, надеюсь, понимает, о чём речь. Да, а примеры просто назовите. Это вот какие визы сейчас нельзя получить? Это какие категории виз, чтобы понятно было? Сейчас я вам вот прям точно-точно скажу. Ну, например, для... Так, это какой у нас месяц? Вот в августе 20... Я могу сентябрь даже открыть. Значит, на сентябрь же бюллетень был опубликован. Значит, по... Например, по первой категории это достижение, это учёные, исследователи и международные менеджеры. Могут подаваться для общей категории, могут подаваться только те, кто оформил петицию, скажем, кто начал дело до 1 августа 2023 года. Для второй категории, куда входит, например, национальный интерес, исключительные способности и куда входят те, у кого либо степень бакалавра плюс 5 лет или степень магистра. Для... Могут получить иммиграционную визу через посольство только те, кто подавались до 1 июля 2022 года. То есть вы смотрите, что это значит. Это значит, что задержка уже почти на год. То есть очередь настолько большая, что получить могут документы только... Иммиграционную визу именно вклеить в паспорт, чтобы въехать в Соединённые Штаты. Только те, кто подали документы в прошлом году, скажем, до 1 июля. То есть если вы подали, например, 2 февраля 2022 года, вы можете сейчас пройти собеседование в посольстве, и вам выдадут иммиграционную визу, если, скажем, все остальные требования соответствуют. Но если вы во второй категории, и вы подались, например, в сентябре 2022 года, то вам ещё придётся ждать какое-то время. Система, то есть это как отдельные, я не знаю, копилки, где, как объяснить проще, копилки, где, куда бросают, там, не знаю, шарики или монетки, и когда они использованы, скажем, если есть неиспользованные за фискальный год, их перекладывают в другую категорию, чтобы каждый номерочек был использован в конечном итоге. Вот. Но если, скажем, из копилки или все номерки были выбраны, то как бы надо ждать до следующего фискального года, когда он снова заполнится. Так может быть понятнее по аналогу. Да. Спасибо большое. Но если есть какие-то дополнительные вопросы, то, пожалуйста, задавайте их, мы постараемся ответить. Вот то, что касается именно рабочих виз иммиграционных, поэтому вдруг кто-то столкнулся с какими-то проблемами, пожалуйста, пишите нам об этом, комментируйте наш сегодняшний эфир. Ну а мы продолжаем. Не забывайте, пожалуйста, ставить еще и лайки. Ну и в конце мы, конечно же, ответим на ваши вопросы, которые вы нам прислали заранее. Вот появилась отличная возможность на днях для иностранных студентов. На этот раз университет Симонса в Бостоне предлагает сразу несколько программ для иностранных студентов. В первую очередь университет Симонса в Массачусетсе предоставляет стипендию Коцена на новый учебный год. Подать заявки могут все студенты, у которых есть диплом бакалавра. При этом участвовать в этой программе могут студенты со всего мира. Известно, что многие выпускники университета Симонса достигли успехов в лидерстве здесь, в Америке, поэтому это реально хорошая возможность. Документы необходимо подать до 1 декабря этого года, ну а ссылку на дополнительную информацию мы оставим в описании к этому видео. Ну вот в редакцию нашего YouTube-канала Бюро обратилась студентка Чикагского университета Дарья Хамазом. Даша будущий экономист, и она уже сейчас задумывается о том, как же можно открыть бизнес США, ну и получить соответствующий иммиграционный статус. Никто, конечно же, законов нарушать не хочет. Давайте поинтересуемся, что конкретно хотела бы открыть, какой бизнес в Америке. И Даша, Анна, к нам присоединяется прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо большое за возможность задать этот вопрос. Он интересовал, на самом деле, многих ребят из нашего университета. Меня лично интересует очень социальное предпринимательство. Хотелось бы этим заниматься после выпуска. И, собственно, вопрос такой, какова вообще в целом процедура открытия бизнеса в США, где его лучше регистрировать? Некоторые люди выбирают специальные штаты для регистрации бизнеса. Почему, например, это происходит? Да, было бы очень интересно об этом узнать. Ну вот Катерина может нам в этом помочь. Значит, это вопрос больше по корпоративному праву, нежели эмиграционный, скажем. И из общего, почему люди открывают в разных штатах, потому что в некоторых штатах законодательство более развито, корпоративное законодательство более развито, чем в других. Например, деловер известен именно тем, что в нём очень развитое прецедентное право по корпоративным делам. Поэтому, как бы, если будут возникать какие-то вопросы, то будет проще предсказать результат, как будет суд рассматривать и так далее, как вообще дело может пройти. Это первый момент. Второй момент всегда учитывается – налогообложение. Например, в одном штате налогообложение выше, чем в другом. Например, в Калифорнии достаточно высокие налоги, в каком-то другом штате меньше и так далее. В каком штате открывать, по большому счёту, это скорее вопрос к вашему бухгалтеру. CPA, если у вас есть CPA, это значит Certified Public Accountant. В, скажем, в СНГ-реалиях я такого не могу сказать, я не могу найти аналога. То есть это бухгалтер, который занимается налоговым вложением и у которого есть специальная лицензия для этого. Скажем, это будет как-то так в таком духе выглядеть. Либо этот вопрос нужно решать с адвокатом, который занимается конкретно корпоративным правом. Такой у меня более, скажем, общий информативный ответ. И насчёт визы, например, будучи студентом во время учёбы, есть ли возможность открыть бизнес или это не совсем правильно? Ну, бизнесом владеть можно даже и на туристической визе, но, скажем, возникает вопрос, как вы докажете иммиграционному офицеру или, скажем, иммиграционной службе то, что вы в нём не работаете. То есть если вы сможете спокойно ответить на этот вопрос, то, что, скажем, да, я владею бизнесом, но, скажем, у меня там есть 10 сотрудников, менеджера и так далее, я просто учредитель или совладею и так далее, то в этом случае, скажем, вопроса не будет. Что, я думаю, вам можно, о чём вам можно ещё подумать с иммиграционной точки зрения? Существует так называемый антрепренёрский пароль. Что это значит? Для стартапов, для каких-то компаний, начинающих, вот, скажем, примерно в таком формате, где вы сейчас находитесь, который вы можете совладеть, но и у которого может быть достаточно большая, скажем, польза для Соединённых Штатов. Что для этого нужно? Для этого нужна инвестиция от компаний, литонинов, то есть граждан в определённом размере, это, по-моему, что-то в районе 200 тысяч примерно, скажем так. Вот. То есть если вы сможете найти инвестора для себя, для своей компании, в конце вашего образовательного курса у вас должно быть optional practical training, то есть практическая подготовка, как минимум на год, если вы в STEM, то есть наука, технологии, инженерии и математика, если вы в одной из этих областей получаете диплом, экономика, то есть степень бакалавра по экономике, она может быть и arts через, скажем, творческий, через колледж творческий, либо через научный сайт, Bachelor of Arts or Bachelor of Sciences. Опять же, в СНГ аналога такого нет, может быть, сейчас уже появился, но, скажем, 20 лет назад такого не было. Вот. И если, скажем, ваша область включена, STEM, то вы сможете продлить свое разрешение на работу еще дополнительно на два года. Вот. В этом случае уже вам надо будет иметь работодателя, потому что продление действует только через такую стажировку. Вот. Но в общем и целом, инвесторский пароль вот этот вот entrepreneurship для антрепренеров, это достаточно новая и практическая идея, то есть вы сможете его продлить там на определенное время, по-моему, на пять лет, может быть, я так из головы не помню, но, скажем, это вполне практическая, то есть вполне практический подход к вашему вопросу. Да, у Дарьи еще был вопрос по поводу Фулбрайта, да, вы что-то про это хотели спросить, просто вам напоминаю. О чем? По поводу Фулбрайта у Дарьи был вопрос, кто-то вот приехал из ее сверстников по этой программе, сейчас на визе талантов, и вот там спрашивали, что делать дальше, подавать на вейвер, чтобы попробовать отменить двухлетнее правило Фулбрайта возвращения в Россию, или подавать на политическое убежище. Вот какой-то такой был вопрос. Окей. Значит, стипендия Фулбрайт, она идет через американское правительство, и получить разрешение… Мы говорим про визу J-1, начну сначала. Мы говорим про визу J-1. В этой визе, для этой визы, в определенных случаях есть требование, что студент по обмену после окончания своего курса обучения или окончания своего курса обмена опытом или чем угодно это может быть, по J-1 категории, должен вернуться домой, чтобы опыт, полученный в Соединенных Штатах, то есть поделиться им, должен вернуться домой на два года. Существует определенный список областей, которые включаются, они существуют для разных стран, то есть для кого-то есть, для кого-то нет. И такой же список включается, если используются какие-то государственные финансы. Вот стипендия Фулбрайт – одна из них. Что это значит? И потому что это как бы идет через американское, через правительство, через государственные, да, через гранты, то получить вот это исключение из правил, чтобы не возвращаться на два года в страну проживания очень-очень сложно. Поэтому как бы подаваться на убежище и не подаваться на убежище – это уже совершенно другой вопрос. Но, скажем, в общем и целом получить разрешение об отмене этого, об исключении из этого правила, двухлетнего правила проживания в данной ситуации практически невозможно. В некоторых случаях, если, скажем, экстренные трудности и так далее, в некоторых случаях, если это не включает госгранты, может быть, и можно пройти. Скажем, например, если… Вот, например, на Филиппинах очень… То есть там целый список областей и специальностей, по которым государство хочет, чтобы люди, получившие этот опыт, вернулись назад на два года и его воплощали в стране. В таких случаях, может быть, если это список деятельностей областей, то, может быть, и можно было бы попросить такое исключение. Но если, опять же, ещё раз повторю, если мы говорим про американские государственные гранты, как убрать, то получить одобрение будет практически невозможно, потому что инициатива заключается именно в том, чтобы передать опыт иностранным гражданам, и чтобы они уехали в свою страну, и его передавали коллегам и так далее, развивали свою страну. У него такая, скажем, высокая цель. Да, хорошая такая, благородная цель. Да, Даша, если есть ещё какой-то… Да, один давайте вопрос, мы пойдём дальше. Последний вопрос, который тоже задавали у нас одноклассники, это был, как оформляется виза национальных интересов, какие нужны для этого сертификаты. Всё это очень индивидуально. Национальный интерес — это вторая категория иммиграционных виз, иммиграционных рабочих виз, которая выдаётся на основании национального интереса. Значит, существует три основных критерия. Вам нужно показать то, что ваша область деятельности, или, скажем, цель, для которой вы въезжаете в Соединённые Штаты по этой категории, по масштабу будет в национальном интересе и будет иметь существенный вес для Соединённых Штатов. Второй пункт — вам нужно показать то, что вы находитесь в хорошем положении, чтобы развивать свою деятельность в Соединённых Штатах. И третий пункт — вам нужно доказать то, что, балансируя плюсы и минусы, Америке будет выгоднее разрешить вам въехать, исключить вас от прохождения теста рабочего рынка США, нежели заставить вас проходить через этот тест. Потом вот с чего мы начали сегодня с фискального года и ограничения по визам. В начале 2022 года вышел меморандум от иммиграционной службы, по которому конкретно области STEM, наука, технология, инженерия и математика получили определённый приоритет для тех, у кого есть степень, докторская степень в этой области, которые будут развивать Соединённые Штаты, которые будут развивать национальную безопасность и могут развивать экономику Соединённых Штатов. То есть они получили конкретный приоритет. В результате что из этого вышло? Категория, скажем, и это стал тоже дополнительный фактор, дополнительный положительный фактор для того, чтобы получить исключение из теста рабочего рынка. Тест рабочего рынка США, что это такое? Это, по сути, рекрутерская компания по найму американских сотрудников либо граждан США, либо тех, у кого грин-карта, у кого есть разрешение на работу в Соединённых Штатах. Им даётся приоритет на американские работы, на работу в Соединённых Штатах. И только в случае, если не нашёлся такой желающий и квалифицированный американский сотрудник, потенциальный кандидат, только в этом случае американский работодатель имеет право сделать предложение на работу иностранному гражданину. С национальным интересом что происходит? То есть вы, по сути, просите исключения из вот этого теста рабочего рынка Соединённых Штатов. Дальше ваш вопрос был, какие сертификаты, какую документацию нужно предоставлять. Значит, вся документация должна быть посвящена этим трём пунктам. Ну, например, скажем, экономика, скажем, область деятельности, по сути, по масштабу может быть признана на национальном интересе и имеет вес для Соединённых Штатов, даже хотя бы на примере того меморандума с прошлого года, о котором я говорю. Второй пункт. Ну, нужно показать то, что вы находитесь в хорошей позиции, чтобы развивать свою деятельность в Соединённых Штатах. Ну, например, вы сейчас получаете образование, может быть, у вас какие-то будут проекты, достижения, научные статьи, там что-то ещё. То есть всё, что вы будете делать, всё может подходить под эту категорию. И для третьего пункта, исключения из теста рабочего МГС США, то есть ваша деятельность, какова цель, то, чем вы будете заниматься, будет иметь сильный вес для этого. То есть почему вы должны быть исключены из этого теста? Ну, например, вы, может быть, будете создавать работы, может быть, вы занимаетесь каким-то исследованием, которое на данном этапе имеет огромную важность для Соединённых Штатов и так далее, и так далее. То есть какого-то стандартного списка документации нет. Всё очень индивидуально, и отсюда исходить то, что к этому вопросу нужно подходить творчески и креативно. Хорошо, спасибо большое. Да, надеюсь, Дарья сегодня получила много полезной информации, информации, которая заставляет задуматься, что же делать дальше. Да, Даш, поэтому мы вам желаем только удачи, вашим одногруппникам передавайте огромный привет, ну и будем в Чикаго, надеюсь, увидимся. Спасибо огромное, студентка Чикагского университета Дарья Ахамаза, была сегодня вместе с нами в нашей рубрике «Надо валить» на YouTube-канале Берон. Дарья, берегите себя. Спасибо, до свидания. Ну, а мы продолжаем. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и пишите свои вопросы в комментариях, а также напишите, откуда вы нас конкретно смотрите, чтобы мы понимали географию нашего сегодняшнего обзора. Есть ещё новость. Вот, например, Нью-Йорк. Там арестовали активистов, которые протестовали против нового приюта для иммигрантов без документов. Акции прошли в Стейтон-Айленде. Среди задержанных оказался и бывший кандидат от республиканцев на пост мэра Нью-Йорка Кёртис Лива. Как заявили в полиции, он вместе с другими активистами перекрыл дорогу во время протеста. И вот на кадрах, которые попали в сеть, видно, как Кёртис Лива, его сторонники, протестуют перед приютом для иммигрантов в Мидленд-Бич, который раньше был домом для престарелых. Вот политик возмущён планами мэрии Нью-Йорка. Активисты рассказали журналистам, что чиновники хотят выселить из дома престарелых пожилых людей, ну а затем заселить туда иммигрантов без документов. Ну, в общем, Кёртис Лива, его сторонники, несмотря на все вот эти аресты, планируют проводить подобные акции каждый день и добиться того, чтобы нью-йоркские власти отказались от своих планов заселить туда иммигрантов без документов. Да, сегодня мы не успеваем задать ещё несколько вопросов, которые вы нам отправили заранее, однако с Катериной Алзнаур мы обязательно увидимся на следующей неделе. Я обещаю, Катерина, вы же сможете на следующей неделе поучаствовать ещё раз в нашем эфире, правильно? Да, спасибо большое, потому что есть ещё вопросы, которые касаются таких категорий виз, как L1, EB5, E2 и многие-многие другие. Вот эти все вопросы мы принесём на следующий эфир, но и вы задавайте здесь в ленте комментариев вопросы, на которые мы тоже ответим вместе с иммиграционным адвокатом Катериной Алзнаур уже в следующий раз. Катерина, спасибо вам большое за участие сегодня. И вам большое спасибо за приглашение. Всегда рада подписи. Спасибо большое. Увидимся на следующей неделе. Ну, а я благодарю всех, кто смотрит наши выпуски здесь на YouTube-канале Берон. Напоминаю, что вечером выходят наши обзоры о том, что на самом деле происходит в Америке, так что не пропустите. Спасибо вам огромное за лайки, спасибо за комментарии и донаты. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин